Роза белая! Задурно, весело, оживленно. Центр села, очаг местной культуры. На главной площади Хлеборобного Быстроистокского района в день открытия местного ДК особенно людно. Старое здание до капитального ремонта оставляло желать лучшего. Его открыли в 76-м и за почти 50 лет помещение сильно обветшало и стало практически непригодным. В 22-м году здесь начались работы за счет краевого бюджета, а в 23-м объект стал участником национального проекта «Культура». Объект выбирается на конкурсной основе и здесь играют значения целый ряд факторов. Конечно, это и готовность документации, и состояние объекта. Если для одного Дома культуры достаточно сделать небольшой косметический текущий ремонт или заменить окна, входную группу, то некоторые объекты культуры, они находятся в состоянии, где без капитального комплексного ремонта проблему не решить. На капитальный ремонт здания и полное его переоснащение ушел год. Все это время работники ДК и местные жители трепетно наблюдали за процессом. Результатом остались довольны все. Когда зашли, конечно, было удивлением. Ну, что сказать, все красиво. Мы мечтали, можно сказать, давно об этом. А сейчас некоторые люди наши, да многие, зайдя сюда, увидят наше прекрасное, красивое здание, светлое, чистое, и будут очень рады тоже. У двухэтажного здания досугового центра обновили фасад, заменили внутренние системы отопления и электроснабжения. Для маломобильных граждан установили пандус. Просторные кабинеты, светлые коридоры, библиотека, обновленное культурное учреждение не только выглядит презентабельно, но и отражает историю села. Многофункциональный зрительный зал преобразился полностью. Он рассчитан на 200 мест. И в день торжественного открытия все они были заняты. Мы решили поводу, что должно быть все-таки не Дом культуры, а должен быть Дворец культуры. Ну и в принципе у нас это, надеюсь, что это получилось. Спасибо, конечно, всем, кто принимал решение. Виктор Петрович принял решение о включении в Каимна с прошлого года, в этом году, нацпроект культура. Единственный район, надо подчеркнуть, в этом году нам выделили деньги именно по нацпроекту культуры. Современная световая и звуковая аппаратура, новое оформление сцены сделают праздники еще ярче. Обновление клуба отметили торжественным открытием и концертом. В Хлеборобном живут около тысячи человек. Все, от детсадовцев до пожилых людей, свободное время проводят в сельском клубе. Для них новое здание – настоящий подарок. Если бы в каждом сельском поселении было такое учреждение культуры, туда бы, конечно, шли и молодежь, и жители рады, что все-таки есть возможность все это в реальность воплотить. Дом культуры в селе Хлеборобное стал седьмым ДК, отремонтированным благодаря нацпроекту «Культура». С 2020 года благодаря проекту в Алтайском крае полностью преобразовались шесть сельских объектов культуры. В райцентрах Родина, Завьялова, Топчихо, Косихо, Солонешное, в селе Новикова, Бийского района. Татьяна Голубева, Кристина Чернова, Андрей Сегаев, День Столком.